Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Местик. Сегодня 31 мая 2021 года, и мы первый раз дали малышам тоннельчик поиграть. Кардинал его, похоже, испугался, облаивает, не понимает, что с ним надо делать. А Маргоша и князюшка поняли, что там надо весело валяться. Хотела сегодня малышей опять-таки вынести погулять на улицу. С утра у нас была отличная погода, было солнышко, но была очень мокрая трава от росы. Было много росы, было чистое небо, светило солнце, было тепло и все предвещало то, что будет хороший день. Я ждала, думала, высохнет травка и днем пойдем с малышами на улицу на травку на сухую погулять. И в итоге у нас солнышко ушло, получилось такое затянутое облаками пасмурное небо, холодный воздух. Появились опять комары и мы опять играем дома. Вот чтобы не было шалопопиком очень скучно, потому что дети подросли и стали очень энергичны. Через, значит, сегодня 31 мая, 16 июня исполняется три месяца князюшки и кардиналу. Они открыты сейчас для резервирования. Это вот эта вот солопопая князюшка с белым контиком хвостиком, которая тут преодолевает горку препятствий. Да, и его красавец серый кардинал. Ой, князюшка никак не может свою попку затащить. А 18 июня исполняется три месяца деткам Зеоны, Маргошки, Ламбади, Люси, Ланселоту. И мы поедем все вместе на прививочку с детками Ксюши и с детками Зеоны. 18 июня будет сделана малышам вторая прививочка, поставлен чип. И детки будут готовы уже к продаже, полностью привиты, чипированы. Можно будет уже разъезжать в новые дома. Ксюша сама, как ребенок, не против поиграть. Поэтому, если есть желание, и кто-то нравится из наших малышей, резервируйте уже сейчас, пока малыши готовятся к продаже. Растут, проходят социализацию вместе со своими родителями и другими взрослыми собачками нашего питомника. Вот как мамочка своего сыночка воспитывает. Упала, показывает. Князюшка ее победил. Показывает. Все, распробовали? Что-то можно все грызть, все таскать. Детки очень красивых, нарядных окрасов. Видео, скорее всего, искажает. Но девчонки у нас Ламбада и Люси белошоколадные, как их мама. Это темно-коричневый, горький шоколад, пятнышки на девчонках. Носики у нас шоколадного окраса. Вот такие шулапопы, энергичные малыши. Ждут своих папочек и мамочек в нашем питомнике РКФ Марине Стик. На сегодняшний день это не последнее видео. Будет еще два, нет длинных видео для новой рубрики. Готовим быстро, просто и вкусно. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Если вы не подписаны на канал нашего питомника, нажимайте на слово подписаться и на колокольчик рядом со словом подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, возможно, для кого-то и полезные видео на канале нашего питомника. С подписчиками нашего канала не прощаемся надолго. Увидимся в новых видео о жизни наших питомцев. Погодка нас очень как-то удивляет своей... Князюшка! Князь! Да что ж такое? Князь! Она же девочка. Князь решил, что это все для него. Горка развлечений и препятствий. Да ты ж что ж такой зверенок-то. На Люську напал теперь. Индивидуальные видео всех малышей на продажу есть на канале нашего питомника в плейлистах, где мы показываем близко детишек крупненькой моськи, где я подробно рассказываю про размер ребенка. Есть видео индивидуальные, есть видео общие на прогулке малышей с родителями, где папочка и мамочка показаны вместе с детишками до прогулки. Все есть и можно найти по заголовкам, где какие видео, для того, чтобы было проще искать. А также в нашем питомнике полностью готов к продаже красавец рыжий с черным носом наш Зевс. Спокойный, уравновешенный, интеллигентный мальчик. Вылитая копия дедушки Бориса. Скорее забирайте, пока я все-таки не оставила его себе. Уж прямо руки чешутся. У нас оставлены сестренки Зевса. Зосенька, Яночка. И мне бы не хотелось оставлять однокровного мальчишку в доме. Братишку. Но парень действительно достойный. Если бы из этого помета не оставляла бы себе девочек для дальнейшего разведения, без разговора Зевс остался бы с нами. Да-да-да, воспитай его. Чего это он тут на девчонок забирается? Ламбада, белошоколадная девочка, окрас как у мамы Зеоны в продаже. А ее сестренка, белошоколадный приколор Люси, остается жить с нами. Маргоша тоже остается жить с нами. Правильно, Ксюня, повоспитывай. Князюшка решил, что это все для него. Ух ты какой, ну всех сегодня покусал. Что это такое-то? Люся, дай ему сдачу. Обнаблел как, а? А кардинальчик чего-то даже сегодня не участвует в этом безобразии. Сидит с моей мамой, что-то жует там себе. Ксюша решила заняться воспитанием другого, второго сыночка своего. Папа-князюшки и кардинала-пряня. Его можно посмотреть в других видео на канале нашего питомника. В основном те видео, в которых мы гуляем. На улице при дневном освещении, хорошо видны окрасы. Сейчас из-за погодных условий снимаю дома. И даже вот такое ощущение, не собирается ли у нас идти дождик. Как-то так все натучило у нас. Папа-князюшки и кардинал-пряня. Здесь скромненько у меня на пеленочке сидят наши взрослые собачки, которые в течке. А здесь носится малышня. Как муравьишки на горке. Как муравьишки на горке! Как муравьишки на горке! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Юляшка, ты в шоке, да? Скажи, что такое это вообще? Что это такое? Что это за таракашки, скажи, тут разбегали? Что это за таракашки? Нет. Ну, подойди. Они сразу на тебя среагируют. Малыши обожают нашего папу Не только малыши, но и наши взрослые собачки А то у нас сюжет завис на этой горке Они все туда в тоннельчик забрались И мы как-то снимаем такой муравейник В котором куча-куча таракашек Муравьишек закопалось вовнутрь Да, таракашки вылезают На папу нападают Эй, скажем, мы папку любим Любим папку Вот как мы любим папку Передвинуть пока нет Ксюша взяла и утащила этот тоннельчик вот сюда Я его поставила специально где светло Чтобы камера хоть фокусировалась К окну поближе Она взяла и утащила в тень А у меня камеры... Ну, подсветки нет Камера не схватит Кусака, они все кусаки еще те пираньи Князюшка что-то у нас, смотри, какой заводной стал Все спал, спал, как тогда этот Ирбис тоже Все спал, спал, такая сплюша была А теперь он закусал девчонок Всех выгнал, сказал, что это вообще его тоннельчик И больше тут, чтобы никто не претендовал на его тоннельчик Сил набрался, да Выспался, как это Илья Муромец А девчонки скорее ласкаться к папе Это на ручке, на ручке, всех на ручке Да, скажи Ксюню на ручке Ой, скажи, ой Маргошка вообще Осторожно тоже с шалопопкой Мало, скажи, мало Васья скажет, с ручков не надо нас спускать Мы должны жить на ручках О, они туда же и вкусняшку затащили Нормально В трубу уже Вкуснятина утаскана Ламбада тоже обожает и ручки Поцелуйки Ой, 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 ой Не кусаемся, не кусаемся Шалопопистые Да вообще У меня даже камера не успевает За тем, как они быстро передвигаются Резкость, фокус теряется Надо в режиме спорта Да, да, да В режиме, это Скоростной режим Резкость 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 здесь подрастают у нас лухие люйчики феечка серебристый феникс и потихонечку поют нам вот такие миленькие песенки а здесь такие серьезные рыки на этом дорогие друзья я с вами прощаюсь но ненадолго увидимся как я уже и сказала в нашей рубрике новой быстро просто и вкусно поделюсь сегодня несколькими рецептами быстрого приготовления завтрака и можно сказать обеда или ужина кому что нравится покажу расскажу по просьбе моей дочки один рецепт напоминаю и очень нравится готовый вариант этого блюда но она забыла как я это делаю что получилось так вкусно поэтому специально для моей доченьки и для вас конечно дорогие друзья и подписчики нашего канала покажу и расскажу поделюсь простым вкусным рецептом легкой летней диетической пищи на этом прощаюсь всем пока пока желаю всем хорошего настроения крепкого здоровья вам и вашим питомцам пусть они всегда будут такие же веселенькие дружненькие не как вот князюшка у нас сегодня не ругаются не дерутся как наши цыплятки перепелятки которые песенки поют завтра 1 июня первый день лето будем обязательно снимать прогулку радоваться природе и погоде до завтра дорогие друзья всем пока пока